Большинство людей тратят больше времени на планирование одного отпуска, чем на планирование своей жизни. Образование, как управлять своей жизнью, я его не получил. К сожалению, мы с вами выросли в культуре, в которой принято с детства было, что кто-то навязывает цель. Если мне нравится быть впереди, если мне нравится достигать, это может быть тоже не стратегия. Мне удалось повстречаться и пообщаться с очень успешными людьми, миллиардерами, людьми из списка Forbes. И я всегда пытался понять, что же их объединяет. Многие из них умеют ходить в будущее, создавать видение на 20, 30, 50 лет вперед. Называют они это стратегией жизни. Я задумался, а что же это такое? А чтобы разобраться в теме, я пригласил в этот фильм своих друзей, людей разных взглядов. Оскара Хартмана. Самый важный проект моей жизни – это моя жизнь. Большого достигатора, который построил более 30 компаний и охотника за единорогами. За другими единорогами. Я говорю о компаниях, рыночная оценка которых свыше одного миллиарда долларов. Еще один мой друг – Артем Агабеков. Ты испытываешь потребность быть вкладом. Человек, который не зацикливается на результатах и целях, но каким-то образом все-таки построил одну из самых крупных компаний в России по производству окон. Владимир Седов. Со стратегией ты можешь становиться просто безумно глубоким. Мэтр отечественного бизнеса. Основатель компании «Оскона» и человек, который в свою жизненную стратегию включил постройку целого города во Владимирской области. Иван Хохлов. Предприниматель, сооснователь «Твелл Сторис». Я сейчас прям работаю над тем, чтобы найти свое предназначение. Да-да, основатель многомиллиардной компании тоже задумался о личной стратегии. Алексей Ситников. Скажите, как отсюда уйти? Зависит от того, куда вы хотите прийти. Единственный в мире четырежды доктор наук. Проводник для предпринимателей в мир стратегии жизни. И Милана Джиджоева. Мотивация и любовь к своему делу, она является самоопределяющей. Психодиагност и профайлер. Коуч первых лиц российских компаний. Человек, благодаря которому мы с вами найдем ответ на вопрос «Кто я?» и создадим дизайн своей стратегии жизни. Я всегда говорю, что большинство людей тратят больше времени на планирование одного отпуска, чем на планирование своей жизни. И в бизнесе у нас система, задачи, календарь, все профессионально. А что касается личной жизни, обычно все делается, как делается, и такая импровизация. В бизнесе у нас страт-сессии, мы очень много времени тратим, чтобы определить, где играть, как выиграть. Люди не просыпаются в один прекрасный день и случайно как-то стали генеральным директором мультимиллиардной компании. Это всегда последствия огромной работы. Также в жизни человек не просыпается просто так, в один день, случайно, в той жизни, которую он на самом деле может удовлетворить. Всех прекрасные жизни, прекрасные траектории жизни, осознанные, и люди над этим активно много-много часов работают. Образование, как управлять своей жизнью, ну, я его не получил. Я не видел института, факультета, академии, которые рассказывают, как правильно жить. Алексей, привет. Есть классная мысль, что самый незнакомый человек – это я сам. К сожалению, мы с вами выросли в культуре, в которой принято с детства было, что кто-то навязывает цель. Петя, иди домой. Вам, я хочу кушать. Нет, сынок, ты хочешь спать. А до этого будет. Петя, ты сейчас хочешь обедать, а сейчас ты будешь делать уроки. И Петя с детства отучается слышать, что он хочет. Вот этот канал между бессознательным, моими потребностями, интересами, внутренними мечтами и сознанием, он забит. Что мое предназначение, для чего я пришел в этот мир, и в чем будет моя история жизни. И этот вопрос убивает людей, и он думает, что это все дальше, это навсегда одна история. Очень тяжело выбрать, и люди буксуют, и боятся туда идти, боятся сделать выбор, да, и страх пропустить что-то, или заузить себя. И поэтому алкоголь, переедание, другие там зависимости. Ты отдаешь свою жизнь вот этому алгоритму избегания боли, стремления к удовольствию. В мире, где нас обложили миллион соблазнами. Отсутствие стратегии. Это как раз является болевой точкой. Мы не понимаем, где мы живем, да, когда мы не в полной мере понимаем, что будет завтра. Мы не знаем, насколько мы сейчас там в состоянии угрозы находимся, или там в состоянии перед прыжком. Ко мне часто приходят клиенты, которые говорят, я запутался, или помогите мне разобраться. Просто плывем по речке по названию жизни, в которой мы как-то оказались, когда депрессия – это единственный инструмент заставить тебя изменить жизнь. И только потом они, ударив дно, делают какой-то поворот. Естественно, это можно сделать раньше, да, соответственно, здесь уже можно сделать. И можно сделать не только отрицательно, не только какая-то трагедия, не только какая-то сумасшедшая боль должна тебя изменить. Лучше создавать для себя заранее позитивные пиковые эмоции, нежели ждать отрицательные пиковые эмоции. Череда бесконечных стрессов приводит к дистрессу, да, то есть это уже хроническое состояние стресса, которое начинает разрушать уже твой организм физиологически, и жизнь становится просто дикой какой-то. Человек пытается от нее спастись, он думает, все, я меняю в этой жизни все, я собираю чемодан, я уезжаю на Мадагаскар, и теперь у меня все. Ничего не изменилось, да, ты просто, ты просто инстинтивно пытаешься оказаться в домике, но только домик-то без сваи и без плана на его рост. Пару лет назад я первый раз столкнулся с таким термином, как стратегия жизни, потому что до этого я никогда вообще об этом не задумывался. Много времени посвятил стратегии бизнеса, и очень мало своей личной стратегии. Мне очень нравится здесь фраза Оскара Хартмана, мы больше времени тратим на выбор отеля в отпуске, чем на свою личную стратегию. Есть ли у тебя личная стратегия, и как ты вообще относишься к этому понятию? Мне очень большое желание, вот я сейчас прям работаю над тем, чтобы найти свое предназначение, то есть вот прям какую-то такую бесконечную цель, почему люди редко задумываются о будущем, потому что там очень много стресса и страха. Кажется, пришло время остановиться и простыми словами объяснить вам, что же такое личная стратегия. Стратегия — это целенаправленная организация жизни. Здесь же чем вы занимаетесь, когда, сколько, с кем, для кого и самое главное — зачем. Стратегия — это нить, на которую нанизываются ваши ежедневные цели или карта, двигаясь по которой вы открываете для себя новые возможности. С чего начинается стратегия? С паузы и свободного времени. Иногда нужно нажать стоп-кран, чтобы продумать траекторию движения. И главное — позволить себе помечтать о том, как вы хотите жить через 5, 10 или 20 лет. У нас недавно был ретрит с одной форум-группой очень успешных предпринимателей. И было упражнение про образ будущего, когда предприниматели описывали, какие они видят вехи до конца своей жизни или до того периода, до которого они видят. Профессиональные и личностные. То есть профессиональные этой серии. Я делаю экзит, я выхожу на новое направление, я открываю новые рынки, или я захожу в экспорт и вообще тут все забираю. И личностные. Женюсь еще раз, становлюсь дедушкой, еду в круиз. И вот много-много таких упражнений было. И как же было интересно наблюдать за девятью крайне опытными предпринимателями, ярдниками, людьми, которые очень хорошо состоялись не только в России, но и в мире, которые просто зависают и говорят, я не понимаю, я не знаю, я не знаю, что у меня в будущем. Я его не вижу. И вот эти вещи, они дают возможность посмотреть на себя со стороны, то есть почему я не вижу. что происходит со мной, что я не могу сейчас прогнозировать, или то, что у меня, допустим, где-то трек прерывается, здесь я иду, 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 а потом так хоп, старости, да, я оказываюсь. Где вот эти, ты там 30 лет потерял. Вот эти вещи, они, конечно, крайне важны для самоопределения. Даже если они будут корректироваться, они очень помогают. Вопрос, а сколько вы потратили минут на то, чтобы подумать о своей личной стратегии. Это же вообще катастрофа, когда ее нет. Сговариваешь с бизнесменами, он начинает рассказывать там, дым-дым-дым-дым-дым-дым, куда пойдет бизнес. Вот бизнес придет сюда-то через 20 лет. Окей, сколько тебе будет годков-то? 55, да? Великолепно. Ну давай, расскажи, что ты хочешь в 55-то? Ну я хотел бы там жить, там меньше работать, там больше наслаждаться. Ну, конечно, произнес набор фраз. А теперь ставим рядом, что ты нарисовал для бизнеса и что ты нарисовал для себя. И если ты собрался привезти вот такую большую машину, она никогда не даст тебе возможность реализовать то, что хочешь ты. Поэтому в идеальном варианте, как я для себя давно уже сформулировал эти постулаты, у меня есть стратегия развития собственных бизнесов, у меня есть стратегия моя личная, и они отсинхронизированы. Тогда наступает та самая гармония. Она же любая может быть. Представь себе, что бы ты хотел, чтобы быть счастливым. У тебя удивительный путь. Ты для меня в нем один из самых гармоничных людей, которых я знаю. Можешь поделиться своей историей, какая у тебя вообще стратегия жизни и как ты пришел вот к ней? Я сегодня утром, когда гулял, думал, что ты мне этот вопрос задашь. И у меня родился ответ. Мы после этого можем заканчивать интервью. Стратегия жизни подобна луковице, где ты идешь от внутреннего к внешнему. Ядро – это ты сам. Следующий слой – твоя семья. Следующий слой – твое окружение. Твои люди, твои сотрудники. Следующий слой – твои клиенты. И следующий слой – весь оставшийся мир. Нужно стараться делать так, чтобы кислотно-щелочной баланс на каждом этом слое был с положительным зарядом. Чтобы ты вкладывал туда больше, чем получал. Это ты мне все с позиции вот такого мудреца как бы говоришь. А вот если все-таки про Артема Агабекова? Моя стратегия жизни заключается в том, чтобы быть в данную минуту времени, присутствуя в этом моменте, наиболее адекватным. Вот с этой философией внутри реагировать наиболее адекватно этому моменту. Существует три формы стратегий. Созидательная, созерцательная и разрушительная. Отличие созидательной от созерцательной философии заключается в том, что ты испытываешь потребность быть вкладом. Ты не можешь прожить день, не оказав какой-то помощи, поддержку. Созерцательная – это пассивная позиция. Можно долго сидеть на берегу реки, пока мимо. Не проплывет. Труп врага – разрушающая стратегия. Я думаю, это боль человека, которую ему проще выместить на другом. Можешь привести пример, когда этому? Самая простая – дорога, пробки, подрезание. Когда ты едешь на инстинктах счастья, если оно стоит как цель, находится в первом виде стратегии. Созидательная стратегия. Ну а сейчас чистосердечное признание. Когда я начал строить свою стратегию, мне пришлось очень глубоко погрузиться в познание тебя. Отделить навязанные ценности от моих личных, разобраться в своих слабостях и суперсилах. И я хочу признаться, это было самое важное дело в моей жизни. Когда я осознал необходимость, сам принял решение, что так надо, я чувствую себя свободным. Никто меня не ограничивает. Я сам себя ограничил, значит, я свободен. Это способность слышать сигнал изнутри и есть знать себя. И эту способность надо развивать. Как? А у нас есть такое физиологическое состояние, дефолт состояние мозга. Это не значит, что надо садиться в позу лотоса и медитировать там по часу. Например, если вы пришли на симфонический концерт, вышел оркестр, они начали играть. Через некоторое время бессознательно понимают, что ничего важного не произойдет. И вот через 15-20 минут уже эта музыка начинает сопровождать вас внутрь вас. Появляются мысли, образы, идеи. И вот в этот момент и возникает познание себя. Очень правильная история будет, если мы разделим две вещи. Что мы хотим делать от того, что мы делаем. И как будто бы мы начинаем проживать не до конца свою жизнь, стремясь за какими-то навязанными собственными целями, амбициями. Все это выписываем, а потом в эту линию жизни вставляем. И смотрим, насколько у нас в целом вот эти вот наши «хочу» совпадают с тем, что мы делаем. Боже мой, я же вообще люблю гулять по лесу, сидеть один, а я вообще все устраиваю иначе. Как следствие, я иду с сопротивлением. И вот эти вещи хорошо повыявлять. Об этом надо задумываться уже в старших классах. Нам надо больше понять свой, допустим, тип интеллекта. Типов интеллекта, на самом деле, больше восьми. И понимание тому, к чему ты базово предрасположен, потому что они уже в три года сформированы. Когда ты 18-19 лет понимаешь, тебе легче понять, насколько твой стиль личности и насколько твоя предрасположенность в мозговой деятельности ложится в ту или иную сферу. У нас крайне мало времени на то, чтобы прочувствовать себя, самоопределиться, принять собственную личность. Это очень важно, вот это получить, вот эти разные опыты, чтобы потом более и более грамотные решения принимать относительно своей жизни. Все пробовать, как можно больше пробовать. Много видов спорта, много разных друзей, много разных поездок. Да, если ты нашел, прям ты процветаешь, можно углубляться. А когда ты все это начинал, ну, все равно, ты же там наверняка там 24 на 7 работал, цели ставили, ребят вдохновлял, продукты изобретали. Сейчас я тебя знаю как человека, который очень, с одной стороны, расслаблен, с другой стороны, мне кажется, очень кайфово проходит по этому пути. Как вот этот произошел перелом между достигатором, может, ты себя не так называл, к кайфологу? Я не был никогда достигатором, но мне было важно всю дорогу быть в команде вместе с достигаторами. То есть здесь вопрос твоей роли, можно быть самолетом, можно быть хабом, коммуникатором, соединителем. Это же не единственная стратегия. А если мне нравится быть впереди, если мне нравится достигать, это я еще просто не дорос или это может быть моя жизненная стратегия? Это может быть твоя жизненная стратегия. И людям такие примеры лидеров очень важны, и нужны. Просто есть лидеры, которые идут впереди, есть лидеры, которые находятся сзади. И это совершенно разные модели лидерства. Здесь нужно просто выбрать, какой твой способ его придерживаться. Будете встречаться с людьми первого или второго склада. И ты должен быть для них понятен. То есть, если ты, допустим, годы находился сзади, а сейчас ты говоришь дайте сейчас, папа поролит, люди удивятся. Так же, как и наоборот. Это вопрос последовательности. Да, последовательность. Это, мне кажется, это должен быть для людей понятным. В хорошем смысле слово ожидаемым. Потому что это рождает доверие. Нужно точно знать, что вот это я делаю, а это я никогда не делаю. На чем держится корпоративная культура? На том, что каждый сотрудник знает, что если я сделаю вот так, меня поощрят, премируют, поднимут должности. Если я сделаю вот так, то меня поругают, а если я сделаю вот так, то меня уволят. И вот на этих границах, зеленых, желтых, красных, и держится совместная работа, совместное понимание принципов взаимодействия. Это то, с чего надо начинать корпоративную культуру, создавать. Мне кажется, у тебя все равно первый этап твоей жизни был такой, у тебя были четкие цели, ты строил бизнес, ты его построил, успешный, хороший, с разных точек зрения, с точки зрения и беды, с точки зрения счастья клиентов, сотрудников, ты много об этом говоришь. И потом произошла какая-то вот эта трансформация, когда ты по-другому как бы вообще начал смотреть на мир, жить. Вот что это была за точка? У меня был запрос, запрос пришел из воли. У меня в компании, в которой работал, поменялся руководитель, я в этой компании заработал 7 лет. С наемным сотрудником? С наемным сотрудником, да. И я относился к этой компании как к своей. То есть у меня в этом смысле не было какого-то разделения, наемный я или не наемный. Это мое дело. Поменялся руководитель, и я обнаружил, что я работаю в новой компании. И тут я осознал, выйдя в ту компанию, насколько было важным и ценным вот то поле, та среда, которая была в прежней компании. Данность там, это роскошь здесь. Окей, сейчас я могу искать тогда другую компанию с более подходящей корпоративной культуры для меня. Я подумал, что зачем тратить столько усилий на перебирание разных вариантов компании, если можно создать ее самому, для себя и для близких людей. Вот это был мой искренний мотив. И, в общем-то, он, наверное, сквозной. Бывают кризисы разные, бывают кризисы моментные, связанные с нашей развилкой в работе. Условно, я захожу в партнерство или я выхожу из операционки, и я не до конца понимаю, как себя саму ощущать, что вообще поделать. Поэтому последние 10 лет я активно осваивала вообще все, что имеет отношение к пониманию, глубинному такому самопознанию себя. Дают возможность в большей степени прираскрыть наши пророжденные таланты, понять свои суперсилы, понять вообще, что меня делает особенным, что меня сделал с собой, что конкретно вообще не мое и во что мне лезть не надо. И, как следствие, усилять это, в этой собственной траектории жизни? Я бы никогда сам до этого не дошел. Я делал бы все то же самое, что и думаю совершал про те ошибки, которые совершают 99,9%. Просто у меня всегда есть личный нетворкинг, есть друзья, есть старшие товарищи, модное слово, менторы. Они мне просто в определенный момент в моей жизни задали вопрос. Расскажи свою стратегию в жизни, когда тебе будет 55. Я говорю, да, 6 секунд. Завтра. И я принес, начинаю рассказывать. Естественно, рассказываю о стратегии развития бизнеса. Они говорят, подожди, 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 мы не про это, мы про тебя. Я говорю, ага, про меня. Я говорю, ну, тогда мне надо денек подумать. В результате завис я на год с ответом на этот вопрос. Потому что я понял, что от того, что я себе сейчас опишу, то в конечном итоге я и буду делать. И это заняла процедура целый год. Все коучи шарлатаны сами ничего не достигли. Зачем ты вообще тратишь на них время? У меня, во-первых, папа тренер. Не коуч, но тренер, но с английского перевод один. А что значит тренер? Тренер по дзюдо. Я по сравнению с ним супер несфокусированный человек. У него есть дзюдо и семья. И так примерно 50 с чем-то лет. Четкая стратегия? Очень четкая. Вот лейзер фокус. Мой папа, он в дзюдо пришел в 20 лет. Он как спортсмен, каких-то у него достижений нет. Но как тренер, у него там он весь в кубках, медалях, у него есть чемпион мира в 95-м году. Три раза его спортсмены участвовали на Олимпийских играх. Но я вижу, что быть кривым спортсменом и быть кривым тренером это абсолютно разные вещи. Самое с коучами. Если они крутые коучи, это не значит, что они должны быть крутыми предпринимателями, бизнесменами, топ-менеджерами или еще кем-то. Что мне это дает? Я могу выгрузить свои мысли. Могу получить умный и квалифицированный ответ, который мне заставит задуматься, посмотреть на ситуацию по-другому и принять какое-то более взвешенное решение. Та роль, которую ты выбираешь, она должна быть тебе близка. Она должна быть по душе, в которой бы ты готов был находиться. 24 на 7. И мои примеры перед глазами, которые я вижу, где у людей получается, когда их социальное проявление находится в одном понимании с их внутренней роли. И они выигрывают не только с точки зрения денег, они выигрывают с точки зрения реализации, с точки зрения смыслов, с точки зрения наполнения, с точки зрения самочувствия. Есть одно предназначение, это ложная мысль. Это ложь. Когда делают интервью с людьми 80 лет плюс про их жизнь, они называют 3-4 раздельные жизни. 95% людей говорят, я работал как фотограф до 35 лет, стал ученым, потом я стал филантропом, и у людей нету одной жизни, у людей больше, чем один интерес, больше, чем одно предназначение. Так намного легче решать, если ты решаешь на 5-10 лет, делаешь проходку, делаешь следующую проходку, развиваешь разные интересы, это совсем другое дело. После того, как я разобрался, кто я, мне стало важно найти мечту своего размера. Сила, предприниматели, почему часто такие успешные? Потому что они боятся мечтать, они не боятся представлять о том, что я хочу быть эскав, или я хочу полететь на Луну, или я верю в то, что вот произойдет вот эта вот наглость, вот эта вот немного манера выскочек, она дает возможность расширять фрейм. А как решать вопрос, когда вот что-то я захотел, но боюсь, как будто бы не мой размерчик, не мой масштаб. И я так себе уменьшаю, уменьшаю, и вот когда мне внутренний становится спокойно, типа, окей, это я и устанавливаю, как свое такое, хочу, а оно... Это называется родовые программы. Первое, это генетические ограничения. Мы с вами никогда не станем шерст-энергерами. Да, хотя я когда спортом занимался, был гордостью спортзала. То есть что-то возможно, но все равно я не стану богом. У кого-то есть какие-то способности, у кого-то каких-то нет способностей. Очень много способностей передается генетически. Например, лидерство. На 50% это генетика. Второе, это родовые программы моего рода, моей нации. Например, кавказец и татарин. Третий уровень, это родовые программы общества. Ну, понятно, что мы с вами плод советской, постсоветской, плюс христианской культуры. И никуда мы от этого не денемся. Модели поведения у нас взяты отсюда. Наши родители с вами, например, все время откладывали жизнь. А копим, купим квартиру, тогда поживем. Сейчас потерпим, сейчас будем откладывать, сейчас потерпим. И четвертое, это ограничивающие убеждения. Кто-то когда-то заразил этой мыслью как вирусом. Ну, куда тебе в Москву? Это не для тебя. О, эти женихи, московские олигархи. В нашей семье все женщины несчастливые. Ну, потерпим. Потолок этот нарисовали, либо кто-то вам его нарисовал. Есть методы, техники, которые мы убираем эти потолки. Это кто? Психолог? Психотерапевт. У психотерапевта гораздо больше инструментарий. Можно небольшой эксперимент? Давай. Мне кажется, одна из главных функций предпринимателей это мечтать. Для меня был большой инсайд, что вообще мало людей умеет классно мечтать. Вот ты оказался через сто лет. Вот что вообще там вокруг, что ты видишь? Если ты там как выглядит эта компания, можешь провести нам экскурсию? Мне хотелось бы, чтобы компания была глобальной, чтобы была подставлена в разных странах. В разных странах она была успешна. Были офисы по разным городам мира, чтобы работало десятки тысяч людей в компании. Чтобы в компании была преемственность и такая меритократичная преемственность. У нас должна быть большая школа у компании. Где ты профессор? Может быть. Это тоже один из сценариев такой тоже у меня есть в голове. Да, должна быть школа и в онлайне, и в оффлайне. А чему там учат? Учат работать в компании, учат вкусу, учат создавать одежду, учат, может быть, не только одежду создавать, потому что через сто лет количество продуктов может быть больше. Мне бы хотелось, чтобы компания была очень адаптивна. Вот ты знаешь, мне бы, наверное, хотелось, чтобы через сто лет компания выглядела так, как я вообще не предполагал. Вот, наверное, будет самым классным результатом, если она будет адаптироваться и развиваться, и развиваться во что-то, что я вообще не предполагаю. И вот я точно так же отношусь к стратегии жизненной, к стратегии компании сейчас. Мы пережили последние два кризиса, и я помню, что нужно в первую очередь заботиться о себе и о компании сейчас в моменте и сделать так, чтобы мы сейчас были в такой форме, и я бы в такой форме, чтобы можно было максимально качественно и хорошо делать свою работу. Чтобы внешние факторы на нас негативно не влияли. Когда-то я и студентам, и клиентам говорил вот эту цитату из «Алиса страны чудес». Скажите, как отсюда уйти? Зависит от того, куда вы хотите прийти. А мне все равно, куда прийти? Тогда все равно, куда идти. Если я раньше это рассказывал так, с поддевкой, что ага, не знаете, где вы будете через 10 лет, то сейчас скорее важнее быть антихрупким, чем стратегическим. Два или три года назад я по студенту за эту фразу поставил двойку. Последние три года мир изменился. Все правила игры, которые были в мире после 45-го года, практически все разрушены. Ну, даже дипломатические принципы. Да, разрушено все. Куда этот мир идет, никто не понимает. Я не думаю, что будет большой крамолой сказать такую вещь, что все, что сейчас происходит в России, понятно, но нет ни одного человека, который понимал бы, а что будет после. И в этой связи такого утверждения, что нужно обязательно иметь долгосрочную стратегию, я бы такого утверждения уже не сказал. А что это значит в реальности? Антихрупкость это способность выиграть от кризиса. Состояние, в котором ты устойчив независимо от того, что происходит. Знаете, как устойчиво стоять на палубе корабля. вот матросов учат ходить. И держится эта хрупкость на развитии следующих навыков и свойств. В айкидоже нет противника, но когда твой партнер пытается тебя ударить, мне не надо ни блок, ничего. Мне нужно просто использовать то, что он уже силу вложил, и я просто двумя пальцами вот так вот беру за кимоно его и в ту же самую сторону подтягиваю. То есть это метафора про то, что если кризис идет на тебя, то ты как раз как в айкидо. Надо, первое, это про то, что нужно идти на волне процесса, а не пытаться ему сопротивляться, это все равно бесполезно. Наша стратегия, это часто не то, что мы простроили, потому что эта конструкция ригидная, она очень жесткая, а наша стратегия, она всегда то, как мы реагируем на происходящие события измен. То есть нет целей у тебя? Прожить счастливую жизнь. Сегодня существует много концепций, как найти смысл жизни и счастья. Я попросил героев нашего фильма вывести свой метод, и вот что у нас получилось. Шаг один, это абсолютное радикальное принятие того, что сейчас есть. Тебе 40 лет сказать, да, я оцениваю сейчас качество своей жизни на 3 из 10. Где у меня были повороты, за счет чего я повороты сделал, я же уже делал повороты, у меня уже было, а где мои пики были в жизни? Задать вот эти все качественные вопросы про свою жизнь после радикального принятия, очень важно, сделать исключительно выгодные интерпретации всего, что было в прошлом. Это меня научило быть сильной, верить в свои силы, выгодно интерпретировать все, что уже было. радикально принять, вот это наш белый лист. Подумать про то, какие у меня стать ценности. Мы все знаем, да, у нас в голове все есть. Поэтому, если мы берем ручку или человека напротив, это очень сильно помогает выгрузить. Мы их распределяем в значение от большего к меньшему, например, общественная польза, или там образовывать кого-то, или, я не знаю, способствовать дикой природе, создавать что-то технологическое, да, как-то продвигать эту планету. Делаем ценности, мы мечтаем, накидываем все свои желания, потому что мотивация и любовь к своему делу, она является самоопределяющей. Компетенции идут потом. Берешь себя достаточно далеко, описываешь себя. Ты работаешь или ты не работаешь. Работать и еще иметь какой-то доход от работы, или ты хотел бы вообще категорически даже не говорить про работу, только пассивный доход или накопление, которые я создал. Обратите внимание, разные движения к этому, чтобы прийти. Надо тогда сейчас упереться усмерть, что потом ничего не делай. Вопрос, захочешь ли ты ничего не делать? Ты попробуй сначала ничего не делать. У меня была первая версия, версия 1.0 моего себя далеко. Это то, что нафиг я ничего делать не буду, мне надо накопить денег, чтобы ничего потом не делать. Мне товарищи посоветовали протести. Я протестил 6 месяцев, ничего не делал. Я все, я просто, я понял, что это не для меня, это не мое, и я не смогу. Если ты попробуешь нарисовать на 50 лет, ну хотя бы на 25, вот я через 25 лет хочу выглядеть вот так. Я такой, рядом со мной, такие люди, я делаю то-то, или я ничего не делаю, я безумно богатый, или у меня денег ровно столько, сколько мне надо, я живу здесь, в этой стране, или я живу там, в другой стране. Самое сложное это работа, потому что очень сложно в 20 лет, предположим, да даже в 25, когда все бьет ключом, энергии полно, попробовать представить, а что такое для тебя будет счастье, когда тебе будет 60. Это же другой человек, но самое главное, что как бы, ну мы можем рассуждать над делом сколько угодно, но это неминуемо, и ты по-любому не будешь 30-летним. Это самый сложный на самом деле кейс, да, но вот если его применить в формировании стратегии, это писать, как в бизнесе, то, что ты хочешь к тому времени получить, тогда все твое движение на этом длинном пути, оно будет к тому, чтобы ты пришел к этому результату. Если тебе нравится преподавать, преподавай, даже если там оплата меньше или что-то другое, независимо от всего, максимальная креативность. Есть такое очень хорошее упражнение, я его просто обожаю. Иммигрант приехал, вот Нью-Йорк, вот я вот такую жизнь себе придумал, я хочу сейчас ее построить. Это опция 1. Если бы был где-то параллельный космос, какая у тебя версия? Конечно, я еще люблю на гитаре играть, и вот у меня была группа раньше, но я этот, и он делает версию 2. Вот мы недавно это упражнение делали, в среднем люди написали 7. Участники были настолько удивлены, что из них вылезло, из подсознания оказывается, это все есть. Вот теперь у нас есть много идей, что может быть, как может быть. Можно взять лист А4, нарисовать линию, нарисовать точку, на которой я нахожусь в сегодняшнем дне. Вот я здесь, вот эта дата и так далее. Сверху написать точки, все, что я хочу достичь непосредственно в профессиональной среде в ту или иную единицу времени. Здесь я хочу в 2025 году, не знаю, выйти из операционки, здесь я хочу развить бизнес, здесь я хочу найти партнерство, то есть запроектировать собственный сценарий и продлить его ровно до того возраста, до того периода, который я вижу. Внизу сделать ровно то же самое с точки зрения своих личностных амбиций. Выхожу замуж, завожу пса, переезжаю жить за город, релокирую, что хочешь. Это уже, в принципе, начало вашей стратегии. Дальше вешаем на стену, каждый день к нему подходим, проживаем, добавляем новые точки, корректируем предыдущие и двигаемся по заданному пути. Предприниматели – это вообще не валяшки. Все время встают, ну то есть это же надо быть немного безумным, чтобы в наше время что-то брать и делать. И, конечно, вот эта вот история связана с тем, что мы устанавливаем определенный компас, мы его выстраиваем, но мы понимаем, что он адаптивен. Сегодня мы его в одну сторону качнули, то есть пошли, там он у нас реализуется, а здесь ничего страшного, если он там на 70% всего выполнен, на 30% отклонился. Чем больше у нас как раз будет вот этой вариативности достижения цели, тем более легко мы будем реагировать на изменения. Я как-то вообще исследовал историю, почему за какими-то безумцами, в моем понимании, полководцами военными, которые делают в общем какие-то странные страшные вещи, шли люди, миллионы людей. И вот мой ответ был в том, что они были очень целостны в своем безумии. То есть то, что я думаю, чувствую, говорю и делаю, оно в одном векторе, и я очень как бы вот в этом искренне. Целостность очень эротична, притягательна, какой бы она ни была, но целостность и цели имеют общий корень эти два слова. Поэтому, говоря про стратегию жизни, какими целями руководствоваться, очень просто. Если эти цели, которые ты себе ставишь, они приводят тебя к твоей целостности, то это твои цели. Как это понять? Для того, чтобы понять, какие у тебя могут быть цели, для начала нужно ответить, а какие твои ценности? Что для тебя важно? Видно, что Миша Воронин через свои проекты обслуживает свои личные ценности. И поэтому Мишу Воронину невозможно остановить. И поэтому он кайфует в процессе достижения этих целей. Его тело, его социальное тело, его бизнес, ему семафорят, что он находится на правильном пути. Я считаю, что нет никакой разницы, сами вы будете строить свою жизненную стратегию или обратитесь к профессионалам, потратите вы несколько часов или несколько лет, чтобы познакомиться с собой поближе. Но есть несомненные плюсы, которые дает осознанная жизнь. Ресурс времени и мозг, он ограничен. И у тебя в этом случае освобождается объем терабайтов или каких-то байтов в голове, да? Ты это тратишь вот на четкое осмысление тех процессов, в которых ты сейчас находишься, в которых куда-то двигаешься, куда-то будешь идти. Здесь появляется вот этот вот океан глубины, да, это не океан широты, океан же это, у него оба параметра есть, он же и безумно широкий, он безумно глубокий, да? Вот без стратегии ты безумно широкий, а со стратегией ты можешь становиться просто безумно глубоким. Стратегия жизни очень сильно снимает тревожность, от чего у нас часто идет повышенный невротизм, да? От того, что мы не понимаем, что мы будем делать, вообще где мы, мы себя не ощущаем в каком-то временном континууме. Это является одной из ключевых проблем. Человек так устроен, что когда он чувствует подконтрольность, он ощущает, что сидит на кресле, да, он как-то себя стабилизирует, ему гораздо легче думать. Стратегия жизни, она будет более выстроенная и, как следствие, более эффективная, да, в построении там ближайших планов. А я горжусь тем, что вот на диване напротив меня, как коуча, выросло, ну, больше дюжины мультимиллиардеров с нуля. Такого небольшого достаточно бизнеса. И вот один из моих очень крутых клиентов как-то приходит и говорит, блин, в этом году потерял 3 миллиарда евро. Ну, ничего, Алексей Петрович, мы с вами это, конечно, вернем. У тебя исчезают вот эти вот качели войны пустоты, но при этом пресности не приходит. Наступает, наоборот, какой-то азарт к тому, чтобы процессы, которыми ты управляешь за сегодняшний день, носили более качественный характер, более тщательный, качественней, ты делаешь все, ты не тратишь энергию вот на эти вот побежали, остановились, побежали, остановились. Самый важный проект моей жизни на самом деле это моя жизнь, сама жизнь. Тоже, как проект, на это смотреть, это полностью меняет картину мира. Можно смотреть на жизнь как продукт, который ты создаешь своими руками, чтобы удовлетворить одного клиента самого себя. Не пожалеть о том, что ты делал и как ты жил. Представь на секунду, что ты прожил жизнь и ближе туда к концу понимаешь, что это была полная фигня, и ты ничего изменить не можешь. По-моему, это ужас ужаса. Поэтому в моем понимании вот эта вот миссия, да, вот, это и стратегию сделать так, и пройти ее так, чтобы не пожалеть о том, какая она была и как ты ее прошел. Потому что это точка невозврата. Последние три года я посвятил тому, чтобы вообще исследовать эту тему и построить свою личную стратегию жизни. Что-то у меня получается, в чем-то я пока разбираюсь. Стратегия жизни состоит из трех важнейших элементов. Первое, это разобраться с тем, что я хочу, какие у меня мечты, какое у меня видение будущего. Второе, это разобраться с тем, кто я. Что я делаю лучше всех в мире. Ну и третье, кто поможет мне добежать до моей мечты, у кого мне надо учиться. Когда ты в моменте понимаешь, что ты хочешь, кто ты, и тебя окружают классные, наполняющие себя люди, мне кажется, это и есть счастье. Я кайфанул, записывая это видео, создавая этот фильм. Я очень надеюсь, что и ты тоже кайфанешь. Ребята, буду вам очень благодарен за лайк, подписку и колокольчик. И, конечно, пишите комментарии, мы все читаем. Это нас сильно вдохновляет на следующие работы. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова